Приветствую! В Украине изменились правила дорожного движения. И сейчас мы поговорим о том, что нового в ПДД, и поговорим о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых требований, и предусмотрены ли они вообще. Итак, первое требование, которое появилось, оно касается безопасности детей. И теперь перевозить без кресла ребенка можно только в том случае, если он выше 150 сантиметров. До этого, как мы с вами знаем, была норма, которая предусматривала обязанность перевозить в кресле только если ребенок не выше 145 сантиметров. А теперь подчеркиваю 150 сантиметров. Какой же штраф предусмотрен для людей, которые будут нарушать это правило? А в Купап есть статья 121, и в этой статье есть соответствующая часть, которая и предусматривает интересующую нас ответственность. Вот мы видим запорушение правил перевезения детей, тяга за собой накладывание штрафу на воде в розмире 30 неоподаткованных минимуме в доходе в грамоте. То есть 510 гривен. Но здесь, конечно же, для нас главное не штраф, а главное безопасность детей. И, соответственно, это правило мы не будем нарушать, только потому что мы заботимся о безопасности наших детей. Что еще нового появилось в ПДД? Новые изменения коснулись и правил по включению дневных ходовых огней, либо же ближнего света фар. Как мы с вами знаем ранее, с 1 октября по 1 мая мы должны были за городом включать дневные ходовые огни, либо ближний свет. Теперь вот эту норму, вот это требование с 1 октября по 1 мая убрали и оставили, соответственно, требование какое? Все время, круглогодично за городом включать либо ДХО, либо ближний свет фар. И здесь нужно обратить нам внимание на то, какая же ответственность предусмотрена за нарушение этого требования. Для этого снова посмотрим КУПАП. А в КУПАП у нас есть статья 122. И очень часто мы сталкивались с тем, что человек, который не включил ДХО, либо ближний свет фар, получал штраф по части 2 статьи 122. По вот этим, привязка шла вот к вот этим словам, да, порушение правил користования зовнишними освещающими приладами або попередживальными сигналами при початке руху лучше изменять его напрямку, выкористание этих приладей в таих переобладнание с порушением вымог видповидных стандартах. Но, но и еще раз, но, это неправильно. И те полицейские, которые используют часть 2 статьи 122 для того, чтобы выписать штраф за неиспользование ДХО, либо ближнего света фар, за городом абсолютно неправы. Почему? Потому что, если внимательно почитать, то здесь речь идет о том, что использование, да, нарушение правил использования при начале движения, либо изменении его направления. То есть, грубо говоря, там человек не включил поворотник, за это ему штраф. А когда он едет по трассе, он не начинает движение, либо не изменяет движение. И, соответственно, это, эти слова здесь не подходят, не применимы. Как не применимо, и вот эта часть про использование осветительных приборов не в соответствии со стандартом. Потому что это тоже не про стандарт. Мы не нарушаем никакой стандарт, не включив свет. Но, но, вопрос возникает, а по какой статье тогда будет предусмотрен штраф за нарушение этого правила. А ни по какой. Штраф не будет предусмотрен. Нет штрафа за то, что человек не включил ближний свет, либо ДХО. Но это не значит, что не будет привлечения к административной ответственности. Будет. Будет. Почему? Потому что у нас есть другая статья. У нас есть статья 125, которая называется «Инши порушения правил дорожного руху». И, соответственно, за «Инши порушения правил дорожного руху», крим тех, что предбаченных в статьях 121, 128, 129, 139 и 140, вон и тягнуть за собою попереджения. То есть за то, что вы не включили ДХО, либо ближний свет, вам будет предупреждение. Но имейте в виду, что предупреждение – это привлечение к административной ответственности. Точно такое же, как и привлечение к административной ответственности в виде штрафа. А, соответственно, что? А, соответственно, полицейский должен соблюсти всю процедуру привлечения к ответственности и наложения на вас такого вида взыскания, как предупреждение. И предупреждение, напомню, оно выносится в письменной форме. Не в устной, а в письменной форме. Как мне думается, отсутствие штрафа не должно нас подталкивать к тому, чтобы не включать свет ближний, либо ДХО за городом, поскольку это вопрос нашей безопасности. Поэтому призываю всех соблюдать правила дорожного движения. Ну и если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео. Также я приглашаю вас в свой телеграм-канал, там информации больше, появляется она оперативнее, чем в Ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.